Портрет академика Челомея появится в Реутове уже на этой неделе. Этот человек очень много сделал для развития ракетной промышленности в нашей стране. Сейчас художники нанесли контур и приступили к основным работам. Покажем процесс. Встречи на дороге. Сегодня мы попали в небольшое ДТП и, как мне кажется, это тот самый случай, когда можно оформить Европротокол. Как быстро, без особых проблем и участия ГИБДД, заполнить извещение об аварии. Выяснили корреспонденты РТВ. История в произведении искусства в библиотеке на Некрасова учит волшебству перевоплощений. Быть созидательным, создавать что-то, это намного интереснее, намного приятнее. Как научиться творить и вытворять, выяснили наши корреспонденты. Звездопад Ариониды увидим на этой неделе. 25 звезд в час будут падать на землю, а мы сможем загадывать желание. Расскажем, когда это возможно. И мишки не спят из-за теплой погоды. У косолапых бессонница. Как помочь животным? 18 октября вошло в историю как день, когда в New York Journal появились первые комиксы. Была основана британская BBC, а Россия, Белоруссия, Казахстан, Молдавия и другие страны подписали договор о зоне свободной торговли в СНГ. В Реутве сегодня тоже произошло немало интересного. Сейчас все расскажем. В студии Анна Егоршина. Здравствуйте. 30-метровый портрет Владимира Челомея появится в Реутве. Полупрофиль советского конструктора сейчас художники исполняют в цвете. В среду на стену второго дома по улице Победы нанесли контур. Это 2-3 часа. Разрисовка займет больше времени. По оценкам художников, портрет будет готов не раньше субботы. Главное, чтобы погода не подвела. Мелкие осадки, они просто не очень касаются стены, так скажем. То есть она не становится слишком мокрой. Когда сильный ливень, тогда да, льет. Главное, чтобы стена мокрая не была, а краска ложилась. Портрет еще далек от завершения, но черты лица все же узнаваемые. Реутовчане с интересом наблюдают за ходом работ. Тем более, что многие знают, кто изображен на стене дома. Я имею представление об этом. Тут работает НПО «Машиностроение». Этот человек очень много сделал для развития ракетной промышленности в нашей стране. Портрет академика Челомея появится в Реутове по инициативе НПО «Машиностроение». Место выбрали не случайно. Одна из центральных улиц города, которая к тому же ведет прямо к предприятию. Новое голосование по проблемам в медучреждениях региона запустили на портале «Добродел». Результаты дадут возможность сформировать полную картину недостатков системы здравоохранения Подмосковья. Каждое мнение, как обещают организаторы опроса, будет учтено. Чтобы проголосовать на портале, необходимо выбрать свой город или район. Дальше найти медицинскую организацию, по работе которой есть замечания, и указать из перечня вариантов актуальную проблему. В случае отсутствия подходящего варианта, можно будет написать собственное замечание в отдельной форме. Опрос наряду с обращениями граждан на порталь «Добродел» и в социальных сетях позволит нам сформировать наиболее полную картину актуальных проблем, решить которые мы должны в первую очередь. Добавлю, что высказаться могут только те реутовчане, кто зарегистрирован на портале. Опрос продлится до 31 октября. Препараты реутовской фламены теперь в реестре инновационной продукции. Это сделает их известными и доступными для более широкого круга специалистов, например, в Подмосковье, а не только за границей, как ранее. Напомню, что в мае уполномоченный по защите прав предпринимателей Владимир Головнев пообещал помочь предприятию. Конкретно наладить взаимодействие с одной из крупных фармацевтических компаний. Сейчас фламены выпускают линейку препаратов с действующим веществом дегидрокверцетин. Он является антиоксидантом природного происхождения, получаемым из сибирской лиственницы. Созданные лекарственные средства и медицинские изделия обладают сильным противовоспалительным и регенерирующим действием. Благодаря этим свойствам в несколько раз ускоряется заживление ран и купируются воспалительные процессы в организме. К новостям культуры, реутовская мануфактура вновь открылась для жителей и гостей города. На выставке, посвященной 175-летию предприятия, представлены 500 уникальных экспонатов из истории мануфактуры. Среди них, например, вот эти снимки с момента основания фабрики. Сделаны они до Октябрьской революции 1917 года. Интересный экспонат, коллективный договор мануфактуры – настоящий ключ от конторского сейфа. На этой выставке мы представили все исторические экспонаты, около 500. Потому что здесь и письма, и документы, и подарки, и та же продукция, которая выпускалась на фабрике, и о династиях рассказали, и о людях, которые уходили на фронт. Сейчас предприятие закрыто, помещения сдаются в аренду. Здесь, например, налажено производство швейной фурнитуры и кожгалантереи, а также расположены шоурумы. Ну и месяц назад часть территории Реутовской мануфактуры вошла в артфабрику. Это новая прогулочная историческая зона. Она объединяет фабричный пруд и хлопкопридильню. Бесплатный мастер-класс игры с фотографиями для реутовчан от 8 до 10 лет проведет швейцарская художница Кассия Климпель. Она научит детей создавать работы, а потом фотографировать их и обрабатывать. Запись на мастер-класс уже открыта. Пройдет он 31 октября ровно в 3 часа дня. В прошлом году мастер-класс Кассия Климпель проводила в каворкинге города Реутова. В этом году мы пригласили ее к себе. Ребята сделают сами поделки из бумаги и картона, сфотографируют их, а затем Кассия научит их обрабатывать на компьютере полученные фотоработы. Добавлю, что художница училась в ГАГской художественной академии Институте искусств при Высшей школе дизайна и искусства в Базеле. Она является участницей различных выставок и проводит мастер-классы для взрослых и детей. Мастер-класс Кассии Климпель еще только собирает участников, а вот в библиотеку на Некрасово 18 уже выстраиваются очереди. Дважды в неделю здесь в буквальном смысле колдуют над старьем. Табуретки, стулья и вешалки превращаются в настоящие произведения искусства. Думаете, шутка? Ничего подобного. Сегодня в этом убедились участники мастер-класса творческой студии Маргариты Низкой и наш корреспондент Дарья Агалакова. Ей слово. Вот, чтобы были видны потертости на стульчике, Галь, надо будет покрасить в контрастный цвет, и затем возьмем другой цвет и нанесем сверху. О том, как старый стул превратить почти в объект арт-искусства, сегодня рассказали в четвертой библиотеке. На творческом мастер-классе под своим чутким руководством Маргарита Низкая обучала всех декору мебели под старину. У всех участников мастер-класса сегодня были самые разные задания. Кто-то занимался декором стульев, а мне досталось декорировать вот эту вешалку. Сначала я ее обработала при помощи шкурки, затем загрунтовала, нанесла брельеф, и сейчас приступаю к окраске. Преобразить привычные вещи получится с легкостью и абсолютно у каждого. Особой техники здесь нет. Главное – делать все поэтапно, быть усидчивым и аккуратным. Нравится? Да. Мне нравится, когда мастер делает. А здесь вот так вот прям аккуратненько биваешь, но глина живая. Ну а чтобы из обычной табуретки создать шедевр, понадобятся кисти и меловая краска. А интригу и стиль придаст мебели барельеф. Я на мастер-классе у Маргариты уже второй раз. Первый раз мы делали цветы из фамиорана, сейчас занимаемся табуретками. Мне очень здесь нравится, здесь хорошая, приятная атмосфера, можно отдохнуть от домашних дел. Я посещаю курсы Маргариты третий раз. Решила прийти, потому что очень хотела, потом увидела работу, мне порекомендовали Маргариту. Это очень теплая обстановка, когда я пришла первый раз сюда. Дома я тоже планирую заняться декором, как только у меня будет больше опыта. И для начала хочу сделать декор-камин. Декорировать можно все, что угодно. Главное здесь – это фантазия. Почти все, что сделали авторы, предпочитают забирать домой. Но некоторые экспонаты все же оставляют в библиотеке. Для таких творений даже оборудовали специальный уголок. Здесь огромное количество работ, которые выполнила мастер Маргарита. Например, вот это золотое яйцо. Сделано в технике декупаж с элементами объемной росписи и кракелюра. Украшено вот такой золотой кистью, смотрится просто роскошно. Скоро библиотеку будет вообще не узнать. Планы у мастера глобальные. Говорит, хочет сделать здесь тематические зоны. В стиле подмосковных усадьб и царского времени. Дальше – больше. Напишет проект и представит его на соискание губернаторской премии «Наше Подмосковье». Все, что вы видите в библиотеке, это было сделано для того, чтобы придать нашей библиотеке уникальное лицо. Чтобы дети, взрослые, приходившие сюда, получили истинное удовольствие от всего увиденного. А удовольствие от увиденного уж точно получит каждый, чего здесь только нет. Шкатулки, подсвечники, книги ручной работы. И все это благодаря золотым рукам мастера. Первая задача – это популяризация ручной работы. То есть я очень хочу, чтобы люди понимали, что быть просто потребителем – это неинтересно. Что быть созидателем и создавать что-то – это намного интереснее, намного приятнее. Стать участником мастер-класса можно только по записи. Свободных мест не так много. Так что телефоны в руки и звоним. Следующая творческая встреча не за горами. Дарья Галакова, Сергей Сомов для РТВ. Родительские собрания, темой которых станут правила детской безопасности в интернете, проведут во всех школах Реутова. Все в рамках одноименной программы партии «Единая Россия». Она нацелена на создание максимально возможных условий для подростков при работе во всемирной сети. И в то же время ограждение детей от различных интернет-рисков. Есть замечательное программное обеспечение, специализированное, которое выпускает лаборатория Каспирска. Она абсолютно бесплатная, которая позволяет на 99% контролировать трафик. Пока Реутовские сторонники «Единой России» проводят собрания с педагогами городских школ и дают свои рекомендации о том, что стоит говорить родителям и в какой форме преподносить информацию. Реутов – один из первых городов страны, где эту инициативу поддержали и начали действовать. С 2018 года проект «Безопасный интернет» реализуется во всех субъектах Российской Федерации. Вы смотрите новости на РТВ, а мы продолжаем. Незначительная авария, минимальный ущерб – разъехаться проще, чем дождаться инспекторов. Тем более, что сейчас есть Европротокол. Это такая упрощенная система, когда автовладельцы сами оформляют ДТП. Главное – сделать это правильно, иначе отправить авто на ремонт будет крайне сложно. Кстати, в Реутове-Балашихе уже больше тысячи участников таких щелчков оформили свои претензии именно в Европротоколе. Что же на самом деле это такое и с чем его едят в материале Виктории Волковой? Двое притерлись. Отношения выяснять будут долго, чтобы хоть как-то скоротать время до приезда инспекторов. И мы собирались поступить так же, но… Сегодня мы попали в небольшое ДТП. И, как мне кажется, это тот самый случай, когда можно оформить Европротокол и не вызывать сотрудников ГИБДД. Но все-таки за разъяснениями мы обратились к экспертам. Пара царапин на кузове, примятое крыло или разбитое зеркало – конечно, неприятно, но не критично. Так называемые легкие ДТП случаются ежедневно, десятками, а то и сотнями. По глупости или невнимательности. Урегулировать незначительный дорожный конфликт теперь стало гораздо проще. С помощью Европротокола. Это документы ДТП, которые заполняют участники происшествия без присутствия сотрудников автоинспекции. Если нет пострадавших, два участника и нет разногласий в этом ДТП, сумма ущерб не составляет 100 тысяч, можете оформить самостоятельно, без участия ГИБДД. Другими словами, Европротокол – это обычное извещение о ДТП. Верхний бланк – оригинал, нижний – копия. Заполняется документ обоими водителями по очереди. В соответствующие графы четко вписываем нужную информацию – марка, модель, номер автомобиля, данные водителя, номер водительского удостоверения, указываем обстоятельства ДТП. Каждый в своей колонке. И обязательно добавляем, что у автомобиля возможны скрытые повреждения. Здесь вставляется схема. Схема без размеров, просто схематичное движение транспорта и как произошел сам удар, момент ДТП. Не забудьте сфотографировать автомобили, знаки, дорожную разметку, ну и все остальное, что может даже косвенно подтвердить вашу правоту. Далее – подписи каждого участника аварии. Оригинал европротокола забирает потерпевший копию виновника аварии. И с этим добром по своим страховым. Однако такая схема подойдет только в том случае, если виновник аварии согласен, что потерянное время и нервы действительно на его совести. И еще – сумма ущерба не должна превышать 100 тысяч рублей. А на кузовной ремонт готовятся ехать две машины. Два транспортных средства иметь повреждения, без пострадавших, это касается жизни и здоровья людей. Также два участника дорожно-транспортного происшествия должны иметь при себе полис ОСАГО, действующее. Бланк европротокола можно получить в любой страховой компании при заключении договора ОСАГО. А всю дополнительную информацию на официальном сайте госавтоинспекции гибдд.ру. Виктория Волкова, Сергей Сомов для РТВ. До 25 падающих звезд в час можно будет насчитать во время звездопада Арианиды. Ярчайшее астрономическое явление произойдет в небе в ночь на воскресенье, то есть с 20 на 21 октября. Звездное падение можно будет увидеть в юго-восточной части неба, но только при ясной погоде. Кстати, частички метеоритов довольно быстрые, скорость с которой они врезаются в земную кору – 66 км в секунду. Они довольно часто оставляют следы и бывают белого цвета, но есть и исключения. Исследователи находят красные, сине-зеленые, желтые и оранжевые осколки. Звездопад еще называют дождем желаний, так что не забудьте загадать все самое сокровенное. Говорят, сбывается. И сейчас информация, которая не оставит равнодушным никого. Мишкам Подмосковья не спится. Животные не могут залечь в зимнюю спячку. Причина – теплая осень. Из-за капризов природы у подмосковных медведей сбился график. По словам специалистов, обычно косолапые впадают в спячку в середине октября – начале ноября. Как раз в период наступления первых холодов. Но в этом году погода необычно теплая и мишкам не уснуть. Для животных это дискомфорт и раздражение, но опасности для людей они не представляют. И теперь поговорим о погоде. Последний по-настоящему теплый летний день будет завтра. Утром на термометрах увидим плюс 9, днем воздух прогреется до 15 и тепла, но пройдет кратковременный дождь. Вечером плюс 12 и ясно, ночью утренние 9 тепла. И тоже ясно. К этому часу у меня вся информация. А если вы стали свидетелем уникального события, сняли его на свой мобильный телефон или любительскую камеру, расскажите об этом нам. Телефон редакции 791-8802, код города 495. За всеми новостями следите на нашем официальном сайте, его адрес reutofmedia.ru. С вами была Анна Егошина. До встречи на Главном городском.